Губернатор Свердловской области Евгений Куевышев, президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, президент хоккейного клуба автомобилист Алексей Бобров подписали соглашение о развитии хоккея в Свердловской области. Документ предусматривает строительство в Екатеринбурге нового ледового дворца, реализацию мер по популяризации хоккея, поддержке детского, юношеского спорта и спорта высших достижений, развитие спортивной инфраструктуры в Свердловской области. Как вы видите, хоккей-шайбы развиваются у нас достаточно динамично, но не хватало координирующей роли и более пристанного внимания со стороны КХЛ. Сегодня в лице президента КХЛ мы получили надежного партнера по продвижению. Достаточно много аспектов по продвижению хоккея и по его дополнительному развитию, по привлечению дополнительных средств, по порядку освещения нашей работы, освещения в том числе и игры нашей команды. По словам Евгения Куевышева, соглашение предусматривает поэтапную реализацию планов по поддержке этого вида спорта. В том числе стороны договорились о строительстве большой ледовой арены в Екатеринбурге, которую уже давно заслуживает город. В скором времени будет представлен план, но уже сейчас точно можно сказать, что строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Мы рассчитываем, что половину средств получено за счет частных инвесторов. Мы, конечно, рассчитываем на помощь Дмитрия Николаевича в продвижении и в поиске потенциальных партнеров и возможных участников этого проекта. Дмитрий Чернышенко поблагодарил руководство Свердловской области и менеджерский состав автомобилиста, которые, по его словам, продемонстрировали пример эффективного управления, когда при умеренных финансовых затратах команда показывает хороший результат. Нам очень приятно, что руководство Свердловской области приняли очень важное решение о строительстве арены. Мы с нетерпением ждем подробностей, так же, как и все вы, и готовы свою экспертизу предоставить для того, чтобы этот действительно дворец соответствовал тому уровню хоккея, который у вас уже есть. Президент КХЛ отметил высокий уровень развития хоккея в Свердловской области. Он подчеркнул, что в регионе много уделяется внимания детскому хоккею. По его мнению, без массового спорта страна не сможет получить таких игроков, как Павел Датюк, Алексей Яшин – тех, на кого равняются юные россияне. Алексей Бобров рассказал, что в скором времени начнется строительство двух катков в центре Екатеринбурга. Мы сегодня презентовали Дмитрию Николаевичу на месте пустыря с одной стороны. Будут два катка, на которых будут заниматься дети. И, собственно, у нас есть предварительные согласования с правительством области по строительству. И инженерные, и как мы это в части софинансирования без бюджетных средств сможем, собственно говоря, достроить. Но, наверное, будем говорить о том, что область разместит заказ, сейчас уже принято на подготовку спортсменов, хоккеистов, ну, в рамках той практики, которая есть. Алексей Бобров сообщил о планах, которые предусматривают, что на этих катках будут заниматься дети до полутора тысяч человек. Встреча президента КХЛ и главы Свердловской области состоялась в КРК «Уралец». По словам Евгения Куйвышева, в Свердловской области хоккей-шайба является одним из базовых видов спорта. На сегодняшний день общая численность занимающихся хоккеем превышает 14 тысяч человек. И это количество постоянно растет на 10-12% ежегодно. По итогам 2015 года ожидается рост не менее 15%. В Свердловской области существует 119 организованных хоккейных команд. По мнению Евгения Куйвышева, это связано прежде всего с созданием необходимых условий для игр и тренировок, открытием новых спортивных объектов и, конечно, с успешной игрой автомобилиста. Профессиональная команда задает высокую планку любительскому юношескому хоккею. Дмитрий Чернышенко отметил, что и для всего российского хоккея автомобилист также может служить примером в части экономической эффективности. Что касается потолка зарплат, то расплатежная ведомость клуба «Автомобилист» мне бы очень хотелось, чтобы была во всех клубах нашей лиги. И ограничение потолка зарплат не касается, конечно, клуба «Автомобилист» абсолютно. Он сдерживает рост других крупных клубов. И вы знаете, что лига приняла решение о ежегодном снижении на 50 миллионов потолка зарплат. Может быть, будем и более быстрыми темпами снижать. Благодаря принятым региональным программам с 2012 года по 2015 на территории Свердловской области были построены и введены в эксплуатацию 10 объектов с ледовым покрытием. Также три физкультурно-оздоровительных комплекса с ледовой ареной, при строительстве которых были выделены субсидии с федерального бюджета. В этом году за счет привлеченных вне бюджетных средств было закуплено оборудование и построены два сборно-разборных хоккейных корта на международном выставочном комплексе «Екатеринбург-экспо» для государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Спартаковец». В 2016 году планируется завершить строительство еще четырех объектов с ледовым покрытием. Самое главное, что более половины достаточно молодого состава, клуба «Автомобилист», в нем играют, наверное, одна из самых молодых команд по составу. Это местные воспитанники, это то, что мы приветствуем, и вы на правильном пути, и на вас будем ориентироваться, лига вас поддерживает. По словам Евгения Куйвашева, в регионе созданы все условия для развития детско-юношеского хоккея. В 28 муниципальных образованиях Свердловской области, в 32 отделениях спортивных школ занимаются хоккеем более 4 тысяч детей и подростков. Губернатор отметил, что в регионе проводится большая системная работа, включающая в себя и основную команду, и молодежную, и многочисленные детские школы. Развивается как профессиональный хоккей, команда «Автомобилист» показывает лучший результат в своей новейшей истории, так и растет интерес жителей региона к любительскому хоккею. Создаются хоккейные лиги, такие как Лига «Открытый лед», «Ночная лига», «Женская любительская лига» и другие. Проводятся различные соревнования среди муниципалитетов, клубов, управленческих округов Свердловской области. Результатом популярности хоккея в Свердловской области среди любителей является победа хоккейной команды «Неоплан» во всероссийском и международном турнире. Как одно из наиболее ярких и убедительных проявлений стремления к здоровому образу жизни, хоккей в Свердловской области становится поистине массовым видом спорта. В свою очередь, президент КХЛ отметил, что на Среднем Урале особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. Меня зарядили позитивной энергией студенты университета Уральского. И я очень рад, что у них такой интерес и к олимпийскому опыту, и к опыту управления лигой. Чувствуется, вы растите плеяду очень серьезных управленцев. Ну и мне очень понравилось, что огромное внимание уделяется спорту, студенческому спорту. Я впечатлен количеством объектов, соревнований, которые происходят. Поэтому здесь тоже будем поддерживать, в том числе и информационную. Также президент КХЛ отметил, что имеющаяся в Екатеринбурге ледовая арена соответствует стандартам лиги. Однако остается сложным вопрос по ее вместимости в плане мест для болельщиков. Ведь посещаемость хоккейных матчей в нашем регионе одна из самых больших в стране. Конечно, это источник дополнительного дохода для клуба и точка роста, точка интереса, притяжения для семейного досуга. Поэтому нет ни у кого никаких сомнений, что дворец нужен. В какие сроки? Ну, конечно, нам хотелось бы поскорее. Но вы в таких условиях, что вы не на улице, у вас везде проводить игры чемпионата КХЛ. Поэтому здесь нужно очень внимательно все спланировать, потому что это очень важный объект в жизни региона и города. Дмитрий Чернышенко и Евгений Куевышев по окончании встречи символическим вбрасыванием шайбы на лед дали старт началу матча между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Динамо Москва». Придворяя игру, президент КХЛ обратился к свертловским болельщикам. И вы, как самые предыдущие болельщики, должны сегодня показать, как вы умеете болеть. В новом 12-тысячнике сменой сотрудничество. Вы сможете это? Любите хоккей, живите хоккей и победите сильнейших. Удачи! Несмотря на проигрыш любимой команды, уральские болельщики и, конечно же, артемовские любители хоккея с энтузиазмом восприняли новость о появлении в регионе новой ледовой арены, которая позволит им в полной мере насладиться играми КХЛ и стать свидетелями других спортивных событий. В нашем муниципалитете уровень интереса к хоккею весьма высок, и особенно это видно сейчас, когда начали свою работу ледовые корты. Крытые арены, на которых можно заниматься любимыми видами спорта в любое время года, для небольших муниципалитетов, конечно же, только мечта. Однако зимой уличные ледовые площадки востребованы в полной мере. Не всегда их состояние отвечает всем требованиям, однако нельзя забывать о том, что в нашем муниципалитете уже есть положительный опыт по созданию катков, который исходил от просто неравнодушных артемовцев. Поддержка таких инициатив со стороны административных структур, ведомств и организаций очень важна, ведь в конечном счете даже на региональном уровне речь идет о государстве на частном партнерстве в реализации многих социально значимых программ. Подобную систему можно применить и на местном уровне, важно ее продумать и обсудить всем заинтересованным сторонам. Ведь только в этом случае можно будет говорить о том, что в нашем округе есть силы и желания помогать развитию спорта, культуры и других важных аспектов нашей жизни, о которых мы нередко забываем в череде бытовых забот.